ВСУ с вечера выпустили по прифронтовой территории ДНР свыше 200 снарядов и мин. Нидерландские следователи не смогли расшифровать переданные России данные по Боингу MH17. В Канаде шесть человек погибли в результате теракта в мечети. Вооруженные силы Украины с вечера 29 января выпустили по Донецку, Макеевке, Горловке, окраинам Ясиноватой и югу ДНР более 200 снарядов и мин. Как сообщил источник в силовых ведомствах ДНР, киевские силовики использовали артиллерию калибром 152 и 122 миллиметра, а также танки, БМП, зенитные установки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При обстрелах повреждения получили как минимум шесть жилых домов, две котельные и школа. Пять многоквартирных домов в Донецке и его окрестностях остались без газоснабжения. Утром ремонтно-восстановительные бригады госконцерна «Донбассгаз» приступили к ликвидации последствий аварии. В работах задействовано 70 человек и шесть единиц спецтехники. Стоит отметить, что обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются и сейчас. Подробнее об обострении ситуации на линии фронта мы расскажем в нашем вечернем выпуске новостей. Нидерландские следователи до сих пор не смогли расшифровать информацию с радаров, предоставленную Москвой в рамках расследования крушения малазийского Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом. Об этом пишет австрийская газета «Стандарт». В заявлении нидерландской прокуратуры, которая цитирует газета, говорится, что информация о снимках с радаров якобы предоставлена в формате, не соответствующем международным стандартам. Как сообщил представитель прокуратуры, для того, чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация. Как пишут нидерландские СМИ, следователи уже отправили в Москву запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в свою очередь заявил, что запрос нидерландов о предоставлении дополнительной информации с российских радаров, скорее всего, будет удовлетворен, так как Москва заинтересована в том, чтобы обстоятельства крушения MH17 были установлены. Впрочем, эксперты считают, что такое поведение нидерландских следователей свидетельствует о том, что идет намеренное затягивание дела. Во время вечерней молитвы в мечети канадского города Квебек произошла стрельба. В этот момент внутри находилось около 40 верующих, по меньшей мере 6 человек погибли. По информации местных СМИ, открывшие стрельбу люди были одеты в маски и кричали «Аллах Акбар!». По последним данным, полиции удалось задержать двоих подозреваемых. Правоохранители оцепили место происшествия, ведется опрос свидетелей. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал нападение на мечеть как теракт. Он также выразил соболезнования родственникам погибших. «Мы осуждаем эту террористическую атаку на мусульман в месте богослужения и прибежища», говорится в опубликованном официальном заявлении канадского премьера. Осудили нападение на мечеть и некоторые европейские лидеры, в частности, президент Франции Франсуа Аланд.